Всем привет и добро пожаловать на новый видеоролик по мобильной игре черепашки Ниндзя Легенды. И сегодня мы будем продолжать играть с составами от подписчиков на турнире. Составы я буду брать из прошлого видео, согласно ваших отзывов и комментарий. Причем составы мы будем брать от первых и пока будет возможно снимать. Что ж, начнем. И первым написал и оставил свои комментарии подписчик с ником Driffy. Мой состав. Все черепашки Космос и Армагон. Что ж, с удовольствием иду на встречу. Вот Армагон и давайте-ка я попробую добавить черепашек из Космоса. Лео Мики. Где-то здесь должен быть Раф. Да, вот он есть. И Донни Космический. Итак, вперед в атаку. Вот посмотрим, что же из себя представляет команда другого игрока. Это Сплинтер, Бибоп Классический. Донни Кролевой, Кролики и Стиранка. Причем, друзья, вот наиболее опасен, я считаю, Стиранка. Но все же я буду выбивать вначале вражеского лекаря до неролевого. Для этого я использую лазерную стопку Микеланджело Космического. Очень мощный удар. И что же, и противник выбит. Отлично. Но не забываем, благодаря образу специально Раяна, Лео Прокачивает дополнительную защиту. Отлично. Итак, для кого будем выбивать? Кроликов или Стиранка? Ну, давайте я попробую выбить Стиранка. Вот, направляя против него Армагонда. Он вот так лезет и выгрызает вражеского персонажа. Отлично. Ну, а вот сейчас попробуем заняться кроликами. Для этого Раффа... ...удар, причем не обычный Рафф, а Раффа Космического. Это удар Крогнарда, любимого героя сериала Раффа Космического. И да, кролик просто разорвало в разные стороны. Итак, остался с Би-Бап вот со Сплинтером. Давайте-ка я попробую поджарить Би-Бапа при помощи вот лазерной пушки. В монтированной западок. Мощная атака, сильный выстрел и Би-Бап уничтожен. Ну, просто здорово. Итак, у врагов остался только Сплинтер. Он пытается что-то делать. Бьет по уязвимым точках Николай Ажелла Космического. Но Донни из космоса активировал свой посох. И вражеский сплинтер огромный Метеор. Кстати, как-то слабовато. Как-то слабовато это получилось. Ну, давайте-ка тогда еще забросим на вражеский космический маффин. Пусть он попробует его закусать. Тогда это победа. Ну что ж, бой получился достаточно легким. Честно говоря, друзья, я ожидал большего от Лиги Мастеров на второй звездочке. Вот, ожидал, что здесь будут бойцы посильнее. Ну, пока как-то видеть так. Что ж, продолжаем двигаться. Берем очередную команду от врагов и очередную команду от наших подписчиков. Итак, следующим написал. Я ставил свой состав подписчик с ником Бебра. Мой состав сплинтер, Лео Космос, Раф Классический, Супер Шредер, Лео Ролевой. Достаточно необычный состав. Но, друзья, ничего критичного. Сейчас я попробую собрать эти герои. Итак, вот Лео Космический, вот Раф Классический. По-моему, друзья, если я не ошибаюсь, он где-то у меня в начале списка. Вот, да, есть Раф Классический. Отлично. Супер Шредер и Лео Ролевой. А вот эти герои уже где-то находятся вот посерединке. Итак, Супер Шредер. Вот он. И Лео Ролевик. Отлично. Ну, что ж, вперед в атаку. Вот, посмотрим, что же из себя представляет команда другого игрока. Донни из фильма, Микки из фильма, Раф Ведение, Микки Оригинальный и Биба из фильма. Ну, что ж, друзья, сразу же прокачаем защиту. Образ Капитана Рена помогает ему Космическому прокачать этот дополнительный скилл. Кроме того, сейчас благодаря Супер Шредеру мы активируем его сердце. У нас появится исцеление на тысячу ходов. Вот, еще дополнительная защита. Вот, отлично. Кстати, у нас есть иммунитет. Ну, и враг не дремлет. Вражеский Микки тоже практически прокачал атаку для своего отряда. Ну, а я усилю нашу команду в эмпетации. Супер Шредер наше естество. Усиливает нашу команду. А сейчас давайте-ка я попробую метнуть канализационный люк. Вот, смотрю, друзья, в кого бы метнуть. Ну, давайте попробуем все-таки выбивать по нему, что вехали. Вот, метает классический Раф канализационный люк. И Микеланджело космический выживает. Вот, прошу прощения, не космический, а Микеланджело из фильма. Что ж, попробуем его дать. Приходу на бумеранга. Вот так здорово. Грео метнул это оружие. Классический Микки забрасывает врагов сюрикенами. Здорово. Сплинтер атакует. Вот, досталось, вот, уже наших героев. У него есть, подойдите, что-то говорит, раз. Он поджаривает сплинтер, снимает часть здоровья. Но и наши герои достаточно, чтобы контр-атакует. И так, еще одна атака. Классический Микки. Пытается сделать Микки классический. Пинает наших героев. Друзья, достаточно опасная ситуация. Но я думаю, давайте-ка сейчас я попробую, вот, выбивать наиболее опасно. Наиболее опасно, мне кажется, Рафигене. В этом видео космически стреляет и выбивает противника. Кроме того, подключаем сейчас Супер Шредера. Детайка, Классический Микки. Он добивает классического Микки. Отлично. Ну, а сейчас эпическая битва. Вот, сплинтер, тверд, тайной катаной. И рубит Донни из фильма. Тот, как видите, выживает. Но, я думаю, друзья, ненадолго. Сейчас я подключу нашу команду. Для этого Раф классический Микки кушает пиццу с шампиньем и колбасой. Как видите, восстанавливает силы и здоровье. И Раф посылает тот, что он вовлад. Прокупайте, друзья, это Лео Ролевик. Лео Ролевик выжигает вражеского Донни из фильма. Пытается что-то сделать Бибап из фильма. Пытается отомстить. Но это ему уже не поможет. Так как Лео из космоса. Ковровую бомбардировку. Но, как Лео, я просто в шоке. Вот суперударский шедера. И шипы. Он добивает последнего из врагов. Ну вот, идеальная победа. Вот, немножко бой затянулся. Но я надеюсь, что он был зрелищным, интересным. Ну, а мы продолжаем дитву и идем все выше по турнирной лестнице. Итак, беру следующую команду врагов и следующую команду от наших подписчиков. Итак, что у нас дальше написал? Это подписчик с ником Майнинг. Майнинг. Вот так. Майнинг. Мой состав. Раф Мультик. Раф Видение. Микки Мультик. Микки Фильм. Вот. И Кейси Мультик. Ну что ж, давайте-ка я попробую собрать вот так, как написал подписчик. Вот с Рафом, как видите, проблем нету. Как и Рафом Мультяшным, так и Рафом Видение. Вот. Нужно еще добавить Микки Ланджело. Отлично. Вот, кстати, а где Микки Фильм? Вот где-то здесь у нас должен быть. Да, вот. Герой Наген и Кейси Мультик. Кейси, Кейси Мультик. Дружище, ты нам нужен. Вот он. И команда подобрана. Идем в очередную битву. Ну и сейчас, друзья, я попробую выбить Микки Ланджело Мультик. И как забавно, смотрите. Друг напротив друга два Микки Ланджело. Наш Микки Ланджело прокачивает к уклонине, чтобы благодаря этой способности удары проходили мимо. А что же вражеский? Он не лагирует, поэтому мы можем его пнуть. Удар Микки Ланджело из фильма снимает больше пиццы вражеского героя, но он сразу же поедает пиццу с кетчупом. И у вас вражеской здоровье. Неприятно, но не приятно. И да, пошла вражеская ответка. Вражеский Микки классический забросал на стюрьки. Краб пытается отомстить. И сейчас уже наша ответка. Огромные рощи краба и бедня. Вот неплохо выбить одного из врагов, на других наложить негативные эффекты. И постепенно это уничтожение здоровья. Надо врагов убивать. И вот посылает взрывчатку кейси Джонс. Кролик трансформируется в огромное колесо и пинает нашего Микки. Но благодаря уклонению удар проходит мимо. А я в свою очередь. Рафа, который наносит удар с Аи с разворотом. Да, вот так. Кроликов опять же разорвало. Пытается в ход вступить Микеланджело видение. Он бросает желудки. И голодные белки нападают на наших героев. Вот, или Раф отомстил. А что же делать с ним? Вот, истинливает атаку для своего отряда. А я же благодаря качалому мультяшному поедаю пиццу. Вот с кетчупом восстанавливаю пиццу. Сейчас попробую еще восстановить силу. Вот для нашего отряда. Вот, просто здорово. Ну что же, друзья, видите, все прошло достаточно неплохо. А сейчас... Все враги уничтожены. Это здорово радует. Отлично. Ну а мы идем с вами дальше. Итак, друзья, сейчас, я думаю, давайте-ка мы с вами возьмем следующую команду от наших подписчиков. И опять же, надеюсь, что битва получится зачетной. Так, следующий написал. Это у нас подписчик с ником Назархан. Прошу прощения. Назархан. Вот так. Назархан. Можно составить Микеланджело мульт... 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 Мульт нажива. Вот как-то так называют. Микеланджело. Мульт... Мультан жива. Ну, я так понимаю, что Микеланджело мультяшного. Мандагека, Ракзара, Рафа и Доня из фильма. Без проблем. Без проблем, дружище. Я вот немножко некорректно не написал, но как бы я разобрался, вот что захотел подписчик. Сейчас попробую вот выполнить эту просьбу. Итак, Микеланджело мультяшный. Микеланджело мультяшный. Вот он. Отлично. Мандагека. Вот. Здорово. Ракзар, Ракзар, Ракзар. Что у нас с Ракзаром? Попробуем найти и этого героя. Да. Ракзар найден. Отлично. И осталось только найти Рафа и Доня из фильма. Рафа и Доня из фильма. Так, Раф, Раф, Раф из фильма есть. И осталось найти только Донателло. Доня, Доня из фильма. Супер. Ну что ж, вперед, друзья, в атаку. Давайте-ка сразимся. Посмотрим, насколько будет хороша. И удастся ли нам победить без проблем. Либо же будут какие-то проблемы. Мы, вот, в бою. Итак, давайте, наверное, все-таки начать. Проходим к уклонению. Не будем недооценивать врагов. Благодаря этому случаю все вражеские удары будут проходить мимо. Отлично. И сейчас давайте-ка я попробую выбить вражеского лекаря. Ага, у врагов нету лекаря. Тогда буду бить наиболее опасного противника. И не так, как и не является Раф едение. Мандагека. Огрушает Рафа. Кстати, что-то очень мало сняли здоровья. Но возможно, когда Рокзара добьет противника. Да. Вот выбивайся. Но уже да. Что-то пытается сделать. Человек оригинальный. Он прокачивает иммунитет для своего отряда. Ну, а я в свою очередь метаю сайд. Отрава из фильма. Очень мощная атака. И вражеский герой, Донни оригинальный, уничтожен. Отлично. Вот. Кроме того. Вот. Наследствует эскибо. И поджариваем вот Лео классического. Выживает, в свою очередь. Метает суда. Вот. Ранит Мандагека. Вот. Сплинтер. И что же дальше? И дальше уже я подлаживаю бомбу дымовуху. Итак. Еще что делать? Ну, давайте, друзья, еще используем массовую атаку от Мандагека. Подрываем Лео классический. Остальным врагам достаточно неплохо осталось. И сейчас я надеюсь, что Рокзарм даст подавить. Просто метнул когти. Нет. Не сумел. Силен. Силен вражеский герой. Рокзарм пытается даже сопротивляться. Метает бомбу. И ее досталось. Ну, тем не менее, друзья, давайте-ка немножко врагов ругаем. Вот. Криком Рафа. Если. Похоже, не очень. Похоже, не очень. Тогда применяем шипетное оружие. Аддони из фильма. И открываем облаком с дрона. Отлично. Итак. Постался последний герой. Но опять же не стоит недооценивать. Поэтому давайте-ка. Поправим силы и здоровьем. Нашу атаку для этого. Она берет на хоккей. Играет совообразание. Идали. И уничтожим смертельный удар. А это не угроза. Не надо попробовать на луну. А вот. Больше попробовать закончить раф. Просто метнув в холодильник. И подорван. Осколками. Выбивает вражеский герой. Снажа. А мы получаем опять же неплохую победу. Здорово. Ну что ж, друзья. Хорошая победа. Хороший бой. И мы идем с вами дальше. Вот. Продвигаемся по турнирной лестнице. Попадаем на 33 место. И я беру следующий состав. От подписчика с ником Роман Пилипенко. Мой состав кролики. Кстати. Давайте-ка я подберу. Бакстер Стокман. Рафаэль Ведения. Иван Сиранко. И Микеланджело Ролевой. Ну что ж, друзья. Очень интересная команда. Очень интересная команда. Еще у меня есть сбой какой-то с электричеством. Но вот с интернетом. Ну как бы все получилось. Итак. Пробуем, друзья. Нам нужны кролики. 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 Давно их не заказывали. Но вот это сегодня случилось. Бакстер Стокман и Рафаэль Ведения. Бакстер Стокман. Бакстер Стокман. Не вижу, не вижу, не вижу. Ага. Нет, это Крис Брэффорд. Энтони Бакстер Стокман. Вот. Бакстер Стокман. Отлично. Вот. И мне осталось добавить Рафаэля Ведения. Раф Ведения. Раф Ведения. Где-то здесь должен быть. Да. Есть. Вот. Герой Наген. так иван стиранка и макеланджело ролевой иван стиранка иван стиранка иван стиранка вот где-то где-то я по моему друзья объем пропустил еще раз внимательнее пересмотрю и так мне нужен его сиранка да друзья вот он вот он герой найден и последний персонаж это микеланджело ролевой сейчас мы найдем этого героя и у нас все здорово получится так кто-то у нас лишний кто-то у нас лишние друзья кого-то случайно активировал вот микеланджело кто-то микеланджело ролевого а это классический друзья это не тот микеланджело вот надо вернуться надо вернуться навернуться медвот микла жло ролевым и также немножко я запутался прошу прощения кролики есть Бакстер Стокман есть. Раф ведение есть. Ранка есть. Лео лишний. И добавляем Николанджело Ролевого. И идем в бой. Итак, команда врагов. Крис Брэдфорд. Донни Мультяшный. Нейтрализатор. Бакстер Стокман. И Донни Ролевой. Вот Донни Ролевого мы и начнем. Для этого кролики трансформируются в зону. И нам несут сокрушительный удар. Мощная атака. И Донни Ролевой выживает. Что ж, ненадолго сейчас мы заслужим. Дальше удача Николанджело Ролевого. Попытаемся. Как-то не сработалось. Ну тогда давайте поставим врагов огненным ударом. Есть. Донни Ролевой уничтожен. А теперь, друзья, моя любимая атака Бакстера Стокман. Он выпускает маунтеров, которые подрывают врагов. Ох, ничего. Донни Ролевой сразу же выбило. И добиваем врагов. Опять-таки выстрел из пулемета. И вот такая получилась. Быстрая, хорошая и классная победа. Мне кажется, друзья, мы дольше собирали состав, чем наши герои сумели уничтожить и побить всех врагов. Итак, друзья, следующий подписчик, который оставил свои комментарии, это подписчик с Ника ПРО. Состав. Состав. Бибоп, Бибоп, Рокстеги, Мультик, Леонардо, Космос, Микеладжело, Ролевой, Алла Пекс. Ну что ж, друзья, пробуем. Бибоп и Рокстеги, Мультик. Сейчас найдем. Вот Бибоп из мультика. А где же Рокстеги? Рокстеги, Рокстеги, Рокстеги. Рокстеги, Рокстеги. Сражаться. Отлично. Итак, мне осталось добавить, это Микеланджело Ролевого и Алла Пекс. Микеланджело Ролевик. Отлично. Вот и Алла Пекс где-то в самом конце, насколько я помню. Да. Вот она, лисичка Алла Пекс. Ну что ж, здорово, друзья. Итак, давайте-ка сразимся. Посмотрим, что из этого получится. Удастся ли нам победить. Очень на это надеюсь. И первым делом я атакую вражеского лекаря Донни Ролевого. Вот для этого лисичка Алла Пекс. Наносит серию мощных удар. Удар ногой с разворота. И Донни Ролевик выживает. Что ж, клиневая полосы должна его победить, добить. Вот, получилось. Подранок уничтожен. Я что думаю, друзья, давайте-ка я не буду прокачивать защиту Лео Космического. А сразу же будем атаковать. И да, смотрите, как повезло. С первого выстрела уничтожили Мадагека. А сейчас Микеланджело Ролевой стреляя из Вантуза. Вот, ранит уже Слэша, Бакстера Стокмана и Микеланджело Классического. Враги идут в бой. Вот, Слэш наносит серию мощных ударов. Вот. А я, в свою очередь, попытаюсь поджарить лекарь от Микеланджело Классического. Да, и всем врагам. Очень здорово достану. Итак, выбил. Выбывает Бакстер Стокман. Постепенный урон его догрыз. Вот, друзья, кстати, кто не купил, это был негативный эффект. Вот, постепенное уменьшение здоровья. Вот, замечательно. Итак, вот враг идет. А мы, а мы получаем идеальную победу. Ну что ж, здорово. Итак, друзья, давайте-ка посмотрим, что по времени. Есть, в принципе, возможность взять еще одну команду. Ну, давайте, друзья, я еще возьму одну команду. И на этом уже будем заканчивать. Итак, подписчик с ником Леви. Мой состав Леонардо Ведения. Давайте-ка я его возьму. Лео, Лео, дружище Ведения. Где ты? Ты нам нужна в этой битве. Да, вот он. Вот. Хан. Есть. Отлично. Сплинтер. Здорово. Давайте-ка я восстановлю этого героя. Он сегодня уже участвовал. Донатак Телла Классический и Зек. Донни Классический и Зак. Кто ли Зек? Зек, наверное, все-таки. Так, Донни Классический. Где-то здесь должен быть. Да, есть. Ну что ж, друзья. Итак, финальный бой на сегодня. Давайте-ка посмотрим, насколько будет хороша эта команда и команда другого подписчика. И первым делом сейчас пытаются пытаться сражеским лекарем. Хотя нет. Хан делает пасы руками наш герой. И на врагов налаживает негативный эффект. Дебаб. Как видите, уменьшение защиты и атаки. А вот теперь давайте-ка атаковать. Сейчас, 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 Генерал. Вот. Сразу же половина здоровья Эйприл Анил. Вот. Лео Вигенес, поднимая флаг, прокачивает скорость для всего нашего отряда. Получается, кроме того, у некоторых героев броня. И надеюсь, что бой, что победитель Сплинтер бьет и получит бойся. Да, победа. Кстати, по мультику он как раз и обучал Эйприл Анил всяким приемом. А здесь, как видите, выступает против нее. Ну, а я тем временем попробую справиться с лекарем. И стреляет из телепорационной пушки. Только подранил. Вот. Пошел в фонтер-атаку через Сплинтер. Вот. Уже достается нашим героям. Плюс еще Сплинтер бьет и рейм. Усиливает нашу команду. Ну, а сейчас вот Донни из мультика забрасывает нас с Юркид. Опять у нас Сплинтер бьет. Еще одна атака вражеская. На этот раз он выстрелил из гранатомета. Ну, а я попробую его отомстить. И тут Хан его пнет ногой. Отлично. Да, Хану удалось выбить противника с первого раза. Зак с выстрелом из пальца уничтожает Сплинтера. И теперь тайная атака Леонгения. Питая тыкву, он подрывает в локусе при помощи стрелы. И, как видите, сносит врагам большую часть здоровья. Просто фантастика. Ну, а сейчас, друзья, удар тайной атакой Сплинтера обрывает жизнь другого вражеского героя. Отлично. Итак, у врагов остается только растение. И его мы попробуем угостить. Ракетой и статистиной машины. Рафигене выживает. Ну, тогда подключаем Хану. Опять же, удары по речным точкам не наносят достаточного эффекта. А вот, летовая бомба Зака ставит точку в этой битве. Ну, что ж, друзья, идеальная победа, идеальный бой. И я сегодня на этом уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Вот, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, ожидайте на усилий. Пишите в отзывах, комментариях, кого из героев усиливать, прокачивать. Пишите свои составы. Я их буду брать по очереди от самых первых. И пока будет возможно снимать. Ну, и кроме того, самое главное. Чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok